Ребята, привет! С вами Андрей Котомудовский. Здравствуйте! Сегодня я буду менять масло на вот этом Ford F-250, 3 четверти тонны, 6,2 литра объемом движка, 8 цилиндров. В общем, у меня уже есть все, что нужно. Я уже все купил. Масло я взял Mobil 1 5W20. Здесь 9 литров, но мне всего лишь нужно 6,6. Вот, как я уже показывал в предыдущем видео, я купил фильтр Mobil 1, так же само. Леечку, воздушный фильтр. Сейчас все будем менять. Завтра я, как видно, купил масло, чтобы залить его в передний дифференциал. 80W90. 3 баклажки, силикон, потому что придется снимать коробку, крышку на дифференциале, а также вот такие щипцы специальные, чтобы снять фланец, где кардан крепится к самому шатуну. Вот, этот инструмент стоит 52 доллара. И я еще раз в своем видео выставлю, как я его взял в магазине и, скорее всего, верну. Я воспользуюсь ним один раз и верну. Посмотрю, сколько это получит критики. Типа, я, мол, беру, потом возвращаю. Ну, ребята, 52 доллара, чтобы воспользоваться этим раз в жизни, может, два. Ну, я не знаю, я не могу просто себе этого, как бы, позволить. Вот, так что сильно меня не винить. А если будете винить, ну, мне все равно, я вам по секрету скажу. Также еще, короче, прикупил сегодня такую фишечку, которая была на скидке. Вот такие рэмпы, которые выдерживают по 7,5 тонн. Конечно, они не сильно высокие, но где-то 200 миллиметров. И сейчас их буду ложить. Вот. Вот такие. Они были 109 долларов на скидке. Я их взял за 69. 40 долларов скидочка. Так что я сейчас аккуратненько перережу эту лейбочку. И положим ее сюда. И сделаем. Так, за ваше здоровье, ребята. Значит, да, рэмпы эти я возвращать, конечно, не буду. Классная вещь. Посмотреть, какая у меня теперь клиренс. Я могу залезть сюда. Это уже супер-рово. На работе нам выдают вот такие вот коворольчики. Я вчера взял себе новенький. Новый такой стоит купить, баксов 100-120. Нам выдали, потому что завод, который мы строим, перешел в фазу, в коричневую фазу. Это значит, что все должны одеваться в огнеупорную одежду. Вот такие коворольчики у меня и дома есть, с других проектов. Их, по идее, нужно отдать, но вряд ли это случится, сами понимаете. Смотря, в каком состоянии он будет. Вот ручечки, которые мы пишем там на работе, считаем, калькуляции, deficiencies и так далее. Надо найти очки, перчатки и все, в принципе, в сборе. Очки, потому что он постоянно сыпется, когда меняешь, грязь, сыпется в глаза. Вот, тут у меня какой-то непонятный дезинфектор лежит. Вот, так что сейчас я беру свой набор инструментов. Маленький такой у меня мастер-крафт. Сейчас покажу, что, в принципе, происходит. Значит, если залезть сюда под машину... Вот, видно, где этот сил течет, где этот передний кардан, вот, входит в этот передний дифференциал. Здесь, когда я замыкаю 4х4, этот мост замыкается. Это можно сделать на колесах, вот там. Вот, и с машины автоматически. И вот он здесь вот течет, вот масло это. Он течет здесь, этот я сил, эту прокладочку я купил. Все, уже резинка вышла. Вот, и течет он немного, одна капелька там за день. Но завтра я буду это уже менять. Вот, и, соответственно, эта прокладочка стоила 26 долларов, только что я купил. Теперь 3.02 литра нужно залить этого масла 80W90 сюда. И фишка в том, что я не вижу здесь плага, чтобы спускать. Вот, и это значит, что мне придется откручивать целую вот эту коробку и сливать это все. И потом уже закачивать новое масло сюда. Видите, у них вместо прокладки они используют силикон здесь. Это я купил сегодня силикончик. Но прокладки для спуска я не вижу. Так что придется, придется открывать. Заодно посмотрю состояние, потому что я с замкнутым дифференциалом. Я не включал 4х4, я проездил где-то 3-4 тысячи километров. И это не очень есть хорошо. Потому что это резко начало текти. Хотя в книжке по Форда написано, что нельзя ездить 4х4 без замкнутого дифференциала. Как-то странно написано. Может интерпретация неправильная. В общем, не важно. Сейчас будем менять масло. Вот масляный фильтр. Вот спускной бачок. Открутим это. Это, по-моему, 9.16. Ключ открутим это. Сольем все. И так далее. Значит, у меня по книжке написано 6,6 литров. Значит, вот этот фильтр. Сейчас, кстати, я его сравню. Значит, обычно я наливаю сразу фильтр масла. Чтобы не ждать, пока он там осядет. Это полусинтетическое масло. Model 1, кстати. Еще такая интересная фишка, что... Помните, я вчера в видосе спра говорил, выгодно ли самому менять. Или все-таки стоит отдавать в дилеру. Потому что у меня бесплатные замены масла были. Поэтому я не парился все эти 6 лет. Вот. А теперь меняю сам. Они как бы закончились, да. И они там начали выделываться. Поэтому замена масла. Мне это все обошлось. Две канистры с запасом. У меня еще 2 литра останется. Масло, фильтр. Все обошлось в 90 долларов. Да. Ну, грубо говоря, 75. Вот так. Фильтр 18. И баклажка на скидке 31 доллар. 31 или 35. И, соответственно, я сегодня позвонил в Ford dealership и спросил, сколько будет стоить замена масла. И они мне ответили, что это будет стоить 165 долларов. Полное синтетическое. Так что... Заливаем. Я заливаю обычно сразу фильтр, чтобы не ждать. И потом смазываю эту резиночку маслом. Для того, чтобы она легче открылась. Когда я буду менять. Так, первым делом нужно открыть доступ воздуха к движку. Чтобы масло быстрее сливалось. А это нужно открыть крышку. Масляный на движке. Залазим сюда. Движок у меня большой. 6,2 литра. 5W-20. Открываем крышку. Итак, мы с подмашиной. Здесь тут так и написано. 5,8 ключик. Одену перчаточки. Потому что масло сейчас будет горячее. Я не сразу стал его выкручивать. А подождал, пока оно чуть-чуть остынет. Короче, баки-то у меня не машут спускать масло. Поэтому пакет вот такой, 5-литровая баклажка. Сейчас посмотрим. Сейчас траекторию надо просчитать. Где-то оно будет вот так длиться. Так как там атмосфера одна так давит. Сверху. А что, поехали? Пошла жара. Сейчас начнет капать. Ну, не сильно горячее. Убежала. Надеюсь, хватит. А, походу, не хватит. Походу, очень не хватит. Ёшкин кот. Бой. Бля, 6 литров. Это до хрена масло. Пока не пропитает. Вот и все. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ух, камера вся в масле. Так, осталось выкрутить фильтр. Надеюсь, этот ключ подойдет. Я его взял с работы. Короче, у меня была такая история. Как-то я на 4Runner до своего... Не на 4Runner, это у меня был Nissan X-Terra 2004 года. И как-то я менял масло там. И, короче, после 40 минут злости, ненависти, разочарования и обид, я понял, что я крутил по часовой стрелке. Короче, в этот раз я эту ошибку не повторю. Вот. Надеюсь, этот фильтр, вернее, этот ключ, что я взял с работы, подойдет. Надеюсь, если не, как говорится, старый добрый метод отвертки должен сработать. Ну, что, погнали. Давай! Идет вроде. Но чуть-чуть великоват этот ключ. Придется его вернуть. Вот, в принципе, и все. И теперь, по сути, все, что надо сделать, это выкрутить фильтр. Вот. И вставить новый. Масеку. Еще и попутный ветер в мою сторону. Да. Коворон надо будет новый просить. Пресс болит. Это что, у меня пресс, получается, будет 6 кубиков. Я качаюсь, как в 90-х. Помните эти штучки цепляли на живот? Он так напрягался красиво. И все думали, что 25 сантиметров жира исчезнет, когда ты сидишь на диване и кушаешь Макдональдс. Фух. Потому что это прокладка, она... Вот так. Ну все, сейчас я вытру все тряпочкой и встретимся возле капота. Ну и хочу напомнить, что завтра мы будем менять вот эту прокладочку. Видите, она течет. Вот здесь. Будем менять. Пинянси он называется. Снимем этот замок, снимем этот фланец. Разберем, сольем, зальем новое масло. В общем, будет весело. Так что вы видите, в принципе, в принципе, экономить как бы можно, но смотря где. Если вы занятой человек, как я, вот. Я меняю тут, потому что я еще тут на работе застрял на 10 дней. Мы всего сейчас работаем 2-4 дня. Поэтому для меня, как говорится, convenient. Для меня имеет смысл сейчас поменять, чем ездить еще 2000 км на старом МАЗ. Хотя у этих ход 25 тысяч километров, поэтому... Значит, сейчас я заливаю здесь. Я уже фильтр залил. Здесь 4,73 литра. Надеюсь, это дешевая леечка выдержит. Знаете, такой есть прикольчик, что если лить вот так, а не вот так, масло не так будет разливаться. Вот. Вот, в принципе, я это и делаю. Сейчас красивенько зальем. Это будет 4,73 литра. Промазал чуть-чуть. Вообще, обслуживание машин в Канаде очень дорогое. Запчасти могут стоить намного дешевле, но работа просто сумасшедшая. Например, обычный дилершип или любой шоп начинается с цены от таких, от 70 долларов до 150-200 долларов в час. Если у вас BMW, Audi или другие какие-то экзотические машины. Вот. На обычный рейд 150-140 долларов в час. Поэтому, если... Мои вам рекомендации, это покупать машину как можно новее. И в Канаде есть такая очень классная опция, это трейд-ин. То есть, ты привозишь свою старую машину, они, конечно, не всегда много дают денег за нее. Вот. Так что, иногда просто имеет смысл продать и купить что-то более новое. Но это имеет абсолютный смысл, потому что есть специальная такая даже шкала XY, как рассчитывается соотношение возраста машины к ее обслуживанию. Так вот, после 7 лет эта шкала начинает резко идти вверх. И это, как показывает практика, все начинает ломаться. Вот, пожалуйста, у меня машина 150 тысяч километров прошла. Сил. Эта прокладочка, видите, полетела. То есть... Так, 473 залью. Еще мне нужно 2 литра, грубо говоря. Правильно? Да. Вот, в принципе, и все. Приблизительно 6,6 литров я залил. То есть, одна баклажка. Одна баклажка 4,75 плюс 700, это 5,400. И один литр 6,4 плюс я долил чуть-чуть. Да, все нормально. Вот и все, ребята. Так что, такой был один день из моей жизни. А так, за машины, что я могу сказать? Я недавно хотел купить себе спортивную машину, чисто для души. Мой выбор упал на BMW M2, вручную с ручной коробкой, а также BMW M4. Но в итоге я перегорел этим и решил лучше вложить его в оборудование, потому что мы продолжаем тему оффроуда, скуповываем потихоньку оборудование. И хотим как-то двигаться в этом направлении. Как-то это интересно, это прикольно, это стимулирует. И машины в Канаде, особенно BMW, Mercedes, они очень сильно теряют свой value. Очень сильно. Такие машины, как Toyota, Lexus, некоторые виды, я бы сказал, может быть, Ford, Dodge, они еще держат value. Но вот дорогие машины почему-то быстро теряют value. Дело в том, что обслуживание, как я уже говорил, очень дорогое в Канаде. 70 до... от 70 до 200 долларов. Поэтому, приезжая в Канаду, обязательно рассмотрите этот вариант. Если вы планируете открывать свой бизнес, вы можете машину взять в ЛИС. Это фактически ЛИС, это аренда машины. И после определенного количества времени вы должны выплатить, если хотите, оставить ее себе остаток задолженности или отдать и поменять на другую. Эту опцию берут те, у кого свой бизнес, потому что, насколько я знаю, можно списывать абсолютно 100% выплат. То есть, пару лет кататься на машине и списать со своего дохода. Практически 100%. Поэтому это имеет абсолютный смысл. Я рассматриваю тоже этот вариант. Этот пикап-трак, возможно, я буду менять на что-то меньше, потому что трейлер, которым я занимался футраком, один я уже продал. И он мне практически не нужен. Поэтому я думал, смотрел что-то на типа такомы, что-то поменьше, меньше расход, потому что этот кушает по трассе 15 литров, по городу в смешанном типе 20-22 литра. Да и уже время подходит, как я говорил, за шкалу. Нужно менять, обновлять машину. И просто с моим темпом в жизни у меня нет времени как бы особо слазить под капотом. Потому что работаем мы иногда просто, ну как сейчас, по 24 дня и 4 дня выходных. Просто ты приезжаешь, поспал, увидел родных и уехал на работу. Но обратно, нужно расставлять приоритеты. И даже в этот кризис сейчас, который в стране, очень важно хвататься за все, что есть. Потому что я бы хотел об этом более подробно обговорить эту тему в следующем видео. Видео будет называться «Стоит ли эмигрировать в 2020 году в Канаду?». Хотел бы рассмотреть положительную и позитивную сторону. А также пару новых программ открылось, поэтому скоро, скоро, может быть завтра, я уже думал, как это все организовать и показать. Только еще не решил, стоит ли показывать на компьютере, как заполнять бумаги или нет. Потому что люди не сильно хотят смотреть 10 минут на экран со всеми непонятными словами и так далее. А непонятные они не потому, что вы не учите английский. Вот, это единственная причина. И не хотите вникать. Поэтому не обижайтесь, но многие из вас так и останутся сидеть и смотреть на Канаду с той стороны экрана. Поэтому, если вы хотите быть не этим человеком, пытайтесь что-то сделать. Я знаю, это очень сложно. Рутина затягивает. Сложно, но нужно двигаться вперед. В общем, да, на этом все. Вот такая вот замена масла. Надеюсь, если завтра видео выйдет, значит все нормально, я доехал. А так все. С вами был Андрей Набутовский. До новых встреч. Не забудьте подписаться, поставить пальчик вверх. И скоро увидимся. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok